18, 19, 20 июля, практически. Организаторы туда заезжают 12-го, готовят все эти вещи, но вот самые, скажем так, яркие дни, это вот эти числа, которые я уже три раза называл, и опять забыл. То есть 19-е число, вот ключевое число. И барды еще собираются присоединиться, то есть песни про гитару и так далее и тому подобное. Ну и тут вот периодически мелькают картинки всяких разных мероприятий, которые, кроме этого, мастер-классы, вот этот самый, ну практически уже там все прошло, сам допоешь. Допою, собственно говоря, уже допел, то есть очень такое позитивненькое мероприятие. Когда-то вот, когда обсуждалась идея выезда, у меня была мысль, а не встроить ли Терим туда, допустим, в пятницу, пока там нету плотных вот этих вот мероприятий, мы знаем мероприятие Терима. Тусит Терим, а дальше, как бы, продолжение, в субботу во все вот эти вот мероприятия встроиться. Географически это Машковский район, не заезжая в Машкову, нужно ехать в Ташару, от Ташары до деревни Мумривар и от Мумривы еще 4 километра на берег Аби. То есть, это на Сибирско-на-Север, да? Да, это Северно. А общее время, получается, добиваться здесь на машине? Ну, где-то полтора часа, полтора-два часа на машине. В этом году туда везут, ну, во-первых, там администрация Машковского района к электричкам на Машково ставят автобусы, и в этом году одна из Турфен за 900 рублей ввозит туда людей, которые уж совсем не изобретательны. Сколько на мероприятия было в этом субботу? Это мероприятие на 100, на 1000, на 100 тысяч. Ну, сотни три было во второй раз, где-то сотни полторы было в первый раз, судя по заполненности туалетов, которые... Ну, администрация местная, она сотрудничает, она привозит воду, она выкашивает поляну, она присылает несколько местных фольфлёрных коллективов, которых приходится потерпеть. Она устанавливает туалеты, она обеспечивает охрану милиции. МЧСники в прошлый раз приезжали, советовали далеко не всплывать. И костры не разводить. С кострами не разводить как? Главное мероприятие связано с огнём. В этом смысле насчёт костров, конечно, ну как без костров? Огненные скульптуры, а не в огне. А проживание с палаткой приезжаешь? Да, то есть, если как бы речь идёт о ночёвке, конечно, у нас бухают часть с палаткой. Бухают, скажем так, нет, насчёт не того слова, там сильно не бухают. Во-первых, главные организаторы, они все в православной пахоте. То есть, вот, культовые персонажи, они всё время в работе, и если им наливают, то они делают вид, что пьют, но не пьют. Да, то есть, не пьют. И, соответственно, ну, там нет запретов, но когда культовые персонажи не пьют, то... Ну, вот, за два мероприятия был один пьяный. За два мероприятия один пьяный. Хорошая статистика. На первом или на втором? На втором. О, хорошая тенденция. В этом смысле, естественно, как сказать, сухого закона там нет, но и напиваться по большому счёту особо нарезон. Хорошо. Вопрос у меня на будущее. Как, скажем так, организовать это мероприятие с тем, чтобы всё больше и больше на народу туда подтягиваться? А сколько вообще имеет смысла туда народу? Потому что там будет сто тысяч человек. Сто тысяч человек, я даже и не мечтаю, сто тысяч человек в Новосибирске на мероприятие такого рода, но там... Николай, это уже оценка. Небольшая оценка. Итак, вопрос. То есть увеличение, в принципе, до тысячи, до полутора тысячи участников. А коммерческая есть составляющая? Минимальная. Она заключается, допустим, в том, что туда приезжают из Машковского района всякие шашлычники, пирожочники. То есть вот там продают свои изделия ремесленники. Ну, скажем так, организаторы из того, что продают ремесленники здесь, выгоды не получают. Ну, допустим, вот из тех, кого я знаю, люди на две, на три, на четыре тысячи продают какие-то свои изделия. Ну, и опять же, в зависимости от... в связи с увеличением потока людей, наверное, коммерческая составляющая... Окей, вопросы больше не задаем. Это может быть долго. А еще организаторы деньги получают. То есть... Ну, вот, мермесленники продают, шашлычники делают, а те, кто организовывают, они зарабатывают? На этом мероприятии они не зарабатывают. То есть это чисто идейное. Хотелось бы зарабатывать? Значит, насчет хотелось бы им зарабатывать или не хотелось бы им зарабатывать, мне сказать трудно. Но я знаю, что на этом мероприятии они не зарабатывают. Я не думаю, что нужно подробно... Превращайте свои вопросы в идеи, и это все очень просто. То есть, твой вопрос звучит так. Зарабатывайте. То есть, идея. То есть, превращайте свои вопросы в идеи. То есть, еще раз напомню, не обязательно, чтобы идеи были здравыми. Есть ли ручка? Ручка просто будет. У меня еще один. А ты в этом какой ролик играешь? Я эксплуат. Денис. Ай-яй-яй. 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 Ай-яй-яй, смотрите, время уже полторы, уже две минуты заканчивается. У меня есть предложение позиционирования. То есть, как оно будет позиционироваться при этом. Как массовое для кто хочет, либо как элитное какое-то, для какой-то определенной аудитории. То есть, предложение подумать, поиграть с вариантом аудитории. Кто аудитория этого будет. Либо это будет, может быть, какая-то будет избранная публика, какие-то избранные туристы. С поворотом мозгов в какую-то определенную сторону. Либо со всем массовыми мероприятиями, где там приедут студенты, либо посидеть, побухать. Дедущая идея, Женя. Я не понял. То есть, еще раз, коротко. Для кого-то, да. Еще раз, повтори. Еще раз. Суть коротко. Рассмотрите разные варианты позиционирования. То есть, восприятие этого мероприятия разной целевой аудитории. Сделать спецавтобус для школьников. И продать его. Мою идею, я хотел сделать профориентацию школьников по истории и различным тематическим изготовлению арбалетов и прочим. А еще туда второй поток, это фестиваль огня добавить туда. О, вот эти вот, которые выступают. Выбавил, которые в фейер-вочке. Вот это всегда круто. Если в фейер-вочке тысяча три-пять собирает легко. А реки недалеко? На берегу. Рыбаков можно свистить. Клевый. Да, и на берег русалок. Это прям. Костюмы русалок и все. Фестиваль. Знаю, вам нужно соревновать. Русалку? Фестиваль. Сейчас, сейчас. Это все. Чтобы не это самое. Идею Николая успел записать? Он не слышал, наверное. Фестиваль рыбаков, русалки на берегу. Проговорил, да? Да. Проговорил не все, но в этой части. А вот у нас очень много скучающих школьников, которые согнаны в пионер-лагеря, если через Министерство культуры, спорта и подросткового досуга. Ну, это просто надо в транспортное предприятие выделять. Там автобусы какие-то. И стоимость, даже стоимость путевки можно отчасти транспортные расходы эти сложились. Привезут с каждого лагеря по 100 человек, 10 лагерей, вот там тысяча, как минимум, уже заедет на 2-3 часа, скажем. Ну, вам понятно, в каком режиме. Министерство культуры и какой-нибудь музей тут в это время вывести, тематический. А еще Министерство чрезвычайной ситуации, чтобы стало спонсором, потому что там чейн-то про агоний. Через это как-нибудь еще бережливое отношение с огнем. Обыкновенный хороший плакат А4 с красивыми фотографиями, хорошим названием, ярким названием и различий по школам. По-тупому, по школам. Каникулы, дети в лагерях. Не критикуемо. А нет, я просто. И просто тоже нельзя. И просто тоже нельзя. То есть, в общем, вот это. Вот так. Группа ВКонтакте, на Фейсбуке и пост. Пост до, то есть, как бы перепост, что это вот будет происходить. С описанием вот всех вкусняшечков, которые ты проговорил. Ну, вот как бы, вот это пойдет, вот это пойдет, вот это пойдет. А еще, что за новостями? По этой фирмам информация распространяется. То есть, когда привлечь ту фирму, потому что турфирма, вот такой продукт нужен. То есть, те, кто хочет поехать на Алтай, например, кто не хочет уже поехать на Алтай. То есть, примерно, та же целевая университет, она может поехать на такое мероприятие. Турвуходного дня. Да, турвуходного дня. А еще можно... Турфирмы запрячут. Это визитная карточка Машковского района. Вот это главу администрации Машковского района. Сказать, давай-ка понавезем сюда людей. Машковский район. И они проспонсируют это. И вообще, я думаю, что больше, много людей из Машковского района, что там небывалые, могут даже и не знать. И просто там понавезти людей. Ну, то есть, существует много этих самых сообществ, наверняка, клубов или кого-то. Вот, типа, как клуб Керинг. Которые люди собираются, ну, то есть, они есть, они существуют. Предложить всем им выехать на природу и провести там свое мероприятие. То есть, они вывозятся в свое мероприятие, там делают, перестусовываются, переопыляются. И заодно и вот это вот все мероприятие. То есть, именно вот так попробовать народ набрать. То есть, выйти на сообщество с предложением. А давайте вот выезжайте и встретитесь заодно на природе. А это какого будет? Вот это будет через 20 июля. А следующая? В общем, не эти выходные, а следующие. Нет, а следующие. Следующие в следующем году. Вот, приурочить это к Ивану Купала. Белик устроить таким образом, и там вообще водное шоу какое-нибудь устроит. Огня, стихия, вода. Сделать аэрошоу там какое-нибудь, короче. А в новосибирске под страхом шлятной казни запретить. И еще туда временно какую-нибудь сделать. Короче, экскурсии. Теплоходные экскурсии. Куда? И там при этом, ну, пристыковку какую-нибудь временно сделать. Ну, там что-нибудь какое-нибудь временное и все. Ну, либо там, на этих, на шлюпки прокатиться. Да, на столкнувку надо. Тогда придется билеты. Те тысячи на 15, 20, 30 центов. Да там нормально, чек можно было. Их надо прокормить, в туалет сводить. Ну, это туристы у Леонидов. А что туристы? У нас не обсуждаем, не оцениваем и не критикуем. Билеты. Билеты. Он, по-моему, зарабатывается. Если это будет раскручено на взятие, то там можно уже просто продавать места вот этим наречникам. Сдавать в аренду места торговые, аккредитованные. И вот со строго мне очень понравилось, что это первое место. Почему там, собственно говоря, и почему Новосибирск туда съезжается? Потому что это исторически первое место отсюда вообще, в родину пошла. И вот это такие корни, короче, вот такие. Вот прокачать тему про корни, про острог. Прям вот это вот. Типа найди себя в месте, основании. Давайте идем. У нас было одно из мероприятий. Воткни свою ты новину. Вот это да, круто. Продолжение. Да, еще одна идея. Вот эти вот, ты их по-любому, Кирилл, все их знаешь, это те, кто ролевые вот эти игры, которые там, сражения, там вот в этих вот всех доспехах. Потешные полки, да. Потешные полки, они там прям. И еще Аню Абрамову туда позвать с балаби. По бульдозерам там поляну, ну, это, там чуть-чуть там. Там они платят. А еще есть эти самые, которые самолеты запускают. Вот эти вот планиристы, мото-планиристы. И еще там, параллельно, еще и вот это им, короче, предложили. И водные лыжи еще. А бесплатные мастер-классы проводите в городе? Да. До событий. До событий. До событий. Бесплатные мастер-классы не проводим в городе до событий. И сделать там, прям на мероприятии, съемку фильма. Там, блин, как Ермак там в воде рубится с варягами. Короче, исторический фильм про Машковский район. Про Машковский район прямо из тех, кто там будет. Раздать им всем костюмы и прям понеслась. Снять антиисторический фильм прямо. Костюмы русалок раздать и пусть рубят с варягами. Нет, ну на самом деле... Викинги против самураев. Викинги против гламура. И Ермак рубит розовый цирок. И Ермак против самураев, да? Викинги против самураев. А победительность Ермаком. Ну, там шурупы, шурупы. А еще, еще в рекламу включить, что там будет съемка фильма. И у вас есть восхитительная возможность активно поучаствоваться. Привезти там свой клуб, там свое сообщество, свою компанию или что-то. И поучаствовать в съемках фильма. А еще туда забахать лотерею. Такую мощнючечку лотерею. Что из тех, кто придет, будет еще и лотерея. Что можно выиграть коня. Где русалку? Или русалку. Камучка. А еще есть такие, которые шьют костюмы. Вот такие кухняные костюмы для людей. Они там такие здоровые куклы ходят. Ростовые куклы? Да, ростовые куклы. Вот, короче, и туда еще едут запихать. А вот Катя, Катерина, Катерина, познакомлю. Да, 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 да. На одной из теремов она шьет костюмы. И как раз она сказала, 10 костюмов в прокат бесплатно отдает, кстати говоря. Это наш благодарственный. А, это... Не отдавай другому теремому. Да, да, да. Чуть-чуть ли не скинул. Отбой, да. Присуссом. Не критикуем. Ну что ж, уважаемый капитан, твои 20 минут завершилось. Что было цена?